Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его сосудом и правдой отныне до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Проповедь означает свидетельство о Христе в нашем понимании, благовестие. Людей призвать покаяться перед Богом. Но здесь свои люди, все верующие. Я просто хочу, чтобы вникли в Священное Писание. Не все считают его. Продолжение следует... 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 Вот слово чудный означает нельзя выговорить. И на сердце не приходило. И сказать это нельзя. Но все-таки некоторые сравнения земные мы можем увидеть. Прочитаем Судей 13.18. Судей 13.18. Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. Ангелом, мы не знаем ангелом, кто называется ангел, либо ангелом сам Господь называется. Откровение 20 глава. Имя его чудно. И Иаков, когда боролся с Богом, тоже спрашивал, с кем я борюсь-то. Вновь боролся. Имя мое чудно. То есть мы свое имя до конца не знаем. И будет дано какое-то имя, его кроме нас никто не будет знать. Вот еще какое впереди предстоит нам, если мы до конца будем идти за Господом. Вот люди, которые не знают Писание, они совсем соглашаются. Вот поехал мне теперь сегодняшний патриарх. И там выступают среди мусульман и говорят, что ваш Бог, это наш Бог. О нет, тут не пойдет. Потому что это совершенно другое. Другие качества, другое свидетельство, другая книга, откровения. Совершенно не сходится. Вот там я как бы заступаюсь за патриарха. Ну что заступаюсь? Я сказал ему правильно. А этот сказал неправильно. Ну и как? Да никто внимания не обратил. Тут у нас большая, огромная разница. И они тоже и сам признают пророк. У нас Иисус Христос, второе лицо Троицы. И это мы им постоянно говорим. И вот сегодня мы посмотрим некоторые качества. Когда в Откровении, в этом, Песню Песней, читаем, он, ну, невеста и жених. Понятно, жених это Христос, невеста церковь. И вот он видит в ней семь качеств. Это полнота. Все, спереди и сзади, все он ее объясняет. А она в нем десять качеств находит. Качеств, которые никто не может в полноте иметь. Что это означает? Считают толкователи, что это относится к Святой Троице. Семь полнота. Но это не так. Если кто не знает, что семь полнота, вам легко это запомнить. У нас есть глаза. Что видят глаза? Разные цвета. Цвета в одном месте на земле, они все время появляются и напоминают. Это радуга. Семь цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Ну, трудно запомнить. Люди как-то придумают. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Первое глухо бери, и у тебя это получится. Семь. А уши? Уши слышат тоже только семь. Да звуков много. Дорим и фасольный си. Дальше нет ничего. Это любой музыкант скажет. Неужели так все на семерку? Все. Это полнота. Мы не знаем даже, как чудно мы устроены. Насколько сложный организм. Раньше говорили, ну, нервы бывают и невидимые. Достаточно 10 нервов, которые берут клеток нервы. Это тоже здание, которое трехэтажное здание наполнено этой аппаратурой, самой современной. Что в человеке есть? Ну, считаешь, сопротивляться не надо этому, потому что мы ничего не знаем, а кто-то сравнивает. Нас сравнивает ни с чем. И Господь в эту лепоту облегся в наше тело. И вот считаем мы, когда он говорит, вторая пара Рапоменон, вторая глава, девятый стих. Чудно там ничего нам не объяснило. Дважды одно же. Нужно найти это слово, где в нашей Святой Библии встречается, чтобы мы хоть соприкасались с этим делом. И почему оно чудное? И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. Ну, вот тут уже понятно. Рядом чудный, не имеющий сравнения на золоте. И каждая деталь что-то обозначает. 12 валов, медное море, рогами наружу. Все имеет значение. И когда человек касается, он ничего не может сказать чудное. Ну, у нас простой дом, но простой. Но если мы потеряем, мы поймем. Вот такой, как у нас встречают, когда праздник какой-то, ночь, молитва, на Пасху, на Рождество. А потом мы все вместе. И показывают, где в других местах. И даже у протестантов ничего нет. Пропели и все. Вы по форме одеты. Этого нигде больше не встретишь. И мы не считаем это труд какой-то. Почему? Нам Бог это дал. И притом мы ничего не изобретали. На всех изображениях русские так и были одеты. Посмотрите, даже где Божья Матерь есть, говорит, хиджаб это. То есть другие национальности, которые взяли что-то, они взяли отсюда. Это уже было известно. Дом чудный. А что мы в нем найдем в этом доме чудное? Самое чудное то, что здесь мы слышим слова Божественной, Святой Библии. Здесь священство. Здесь святая литургия. Здесь страшные таинства совершаются. Заклание Сына Божия. И оно не просто, а молились, когда и видели прямо младенец, как Василий Великий. На престоле. Ну, Бог делает так, чтобы мы ничего этого не видели. Обыкновенное вино и все. Страшно и дивно. К слову сказать, слово страшный, с большой буквы, я есть страшный. Не просто какой-то предлог, а страшный. Это имя Божие такое. И кто не вострепещет перед ним. И как чудное имя. Имя какое его чудное. Вот мы увидели храм. Что у нас еще в храме есть? По порядку, посмотрите внимательно. Святые изображения. Которые, конечно, неверующего человека они не тронут. А мы только взглянем маленько. И уже понимаем, мы не одни в этой церкви. Образно сказать. Кроме того, это редко для православия, чтобы места священного писания были. У нас страшные мы здесь выбиты буквально. Смотрите. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона того и молитва мерзости? А сколько людей, которые молятся, и они не считают и не знают. И молитва идет и в мерзость. Там написано, отклоняет. Он говорит, да мне не надо, батюшка, сделать, что надо. Мы Евангелие когда раздавали не где-то, а в Коробейниках, куда крестный ход щедотворной иконы идет каждый год. И только в двух домах нашли Евангелие. Мы даем ее не просто пошли. Обычно мы даем Евангелие. Там четверо Евангелие. А тут давали Новое Заветное Псалтырию. 470 раздали на одну деревню. И людям не надо это. Баба показывает. У тебя есть? Да у меня есть. Ну покажите. Она приносит. Написано сонник. Как сны разгадывать. Ну, чужели батюшка не говорит? Он говорит нам. Ну надо, скажет, а зачем я буду брать? Да баба даром. Да не надо мне это. Друг дорогой идет человек. Я из машины вылажу, прям перед ним. Я говорю, мы у вас сегодня собираемся здесь. И будем проповедать Слово Божие. Евангелие даем. Я кержачка. Никакой Евангелия мне не надо. Кержачка это старая вера, которая священца. Это наша семья из кержаков. Мы знаем. Я еще раз обманываю на машину, снова говорю. И в Слово Божие будет даваться. Евангелие даю. Сказала, что мне не надо никакого Евангелия. Я кержачка. Почему? А мама наказала. На земле 77 вера, дочка. И только одна истинная наша. Больше не надо ничего. Мы ссылаться ни на кого не можем. Будут люди, которые будут ссылаться на Моисея. А Златоуз говорит. Ну, нам Моисей дал такой закон? Да, но он сказал 18-15 Таразакония. И среди вас восставит Господь подобно меня. Его слушайте. Что интересно, мусульмане за тактих усыпились. Это говорится о нашем руководителе, который создал религию. Я говорю, нет, из их рода, а вы из другого совершенно. Вы никакого отношения к колену Иудина не имеете. Надо знать, как отпарировать. И сразу все заглохло. У вас другое. Там вы от Исмаила идете. Или Яков. Ну, а второй брат его. Вы уже оттуда идете. Вот. Ниемия 9.17. Значит, про храм мы увидели. Здесь пение ангельское. Златоуз говорит. Можно и дома молиться. Но не так. Где двое или трое? А тут не двое и трое, а больше. Даже три. Это уже полнота. Двое или трое. И пение ангельское. В житиях говорится. А когда пели, и вдруг ему открылось это. Божья Матерь является. Ну, и которая служит кому что-то. Которые поют и дают им по определенной монете. Ну, и увидели когда это. И стали больше тут хористам. А когда двое, трое-то. Ну, неплохо бы и больше было. Ниемия 9.17. Не захотели повиноваться. И не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними. И держали шею свою упруга. И по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты Бог любящий прощать благим милосердный. Долго терпеливый и многомилостивый. И ты не оставил их. Вот человек считает это место Ниемии. Когда-то считает чудные дела. Какие дела? От первой корочки до последней. Как Бог сотворил этот мир. Как первый человек был. Адам пророком был, говорит Златоуст. А почему он знал, какой характер всех зверей так их и называл? Мы-то этого не знаем. Ну, кошкой, но ничего не означает. Нет. А если в оригинал смотреть, которая царапает. Ну, другой. Ну, посмотрите даже. Новый континент. Маленький какой. Большая, высший человек. И до двух метров кенгуру. А рождается от нее с наперсток. И сразу прилипляется к шерсти. Ползет и в карман. А там сосок. И он в кармане сидит и сосет. А когда придет время, ему надо вылазить. Он вылезет. И как опасность опять сходу прыгать. В карман сел и сидит. Сумщитый называется. Удивительно. Нашли волка сумщитого. И больше нигде этого нет. Какие чудные дела Господние. Это мы говорим только о живом организме. А в неживой посмотри. Вот человек на грядку себе посмотрите. Если взять зернышко, арбуз, дыню, семечки, редьку, чеснок. Ну, семечки-то ничего нет. И вырастут определенные листья. И все по-разному. И еще полезно. И отовсюду ниточки идут к нашему здоровью. Мы-то не знаем. Если хорошо знать. Говорят, в Латинской Америке я считал. Как лечат. У них лекарство состоит такое же. Другой предпочитет. Лучше болеть да не есть. Вшина стояная. И на вшах там еще клопы. И все. И другой болезни нет. Они знают. Им открыто. Оказывается, в этих, которые нам не нужны, в них тоже что-то есть. Чудные дела Твои, Господи. Вы только знаете, что здесь. Вот какой виноград. Здесь же может малина или что-то там расти. Один воздух, одна земля. Один дождь. Все разное. И все по-разному воспринимается. И вот эти чудные дела, он как раз нам напоминает. И сколько мы слышали. Как это было. По сегодняшний день люди гадают и гадают. Почему враг, когда пришел в войну, под Москвой стоял. Почему все силы не бросили. Сразу бы изменилась обстановка. Нет, положили на сердце. А тут-то половина армии не пошлем сюда. А остальные, главное, на юг скорее не захватить. А тут окрепли, с Сибири полки пришли. Это так молились. Это чудные дела Твои, Господи. Мы, какой участь была бы. Со своими-то мы как-то разберемся, помолимся. А это чужие. Заранее они знали, чтобы нам не жить. Ликвидировать. Это как, говорит даже страшно. К чему и сами подошли. И дальше считаем. Книга Йова. 5-9. Который творит дела великие и неследимые, чудные без числа. Надо научиться всему удивляться. Вот когда я вернулся домой, с одного места, где был, вот все по-другому. Почему-то тяга, к тому же дерево пощупать, а у тебя не было возможности. Началась гроза, я вышел и на кресле стою. Это дождь меня касается. А там никак даже палец на улицу не высунешь. Ну, решетки везде никак. Чудное дело Твои. Организм просит того, что у тебя заложено было от рождения, не то, что где-то ты навыком имел. И человек это чувствует. И он знал, какой он был здоровый. Какое богатство было. Я так вот представляю, как самый богатый из сынов Востока. И теперь, когда вот эта проказа постигла его, никто не знал, какой у него характер. А теперь мы узнали, какую книгу дали. Книга вопля. Он с богом разговаривает на равных. Испытай меня, господи. Ты неправильно сделала. Прямо выговаривает это уже. А после говорит, руку полагаю на уста мои. Неразумный, не знаю, что говорил. Проказа неизвещимая. И знали ему никогда не выздороветь. И вдруг выздоровел. Дети были, семь сыновей, три дочери. В один день погибают. Я недавно видел, четверо детей погибли у них в Америке. Какого возраста и как было звать. И авария была, и дети погибли. И снова рождаются, снова так назвали. И на потокарточке не отличишь. У него все в два раза больше. А детей столько же. Говорит, и детей в два раза больше. Те-то тоже живые где-то. Вот когда начинаешь на это смотреть глазами. Ну, это Дух Святой так делает. То думаешь, откуда ты пришел? Девять, десять. Делает великое, неисследимое, чудное, без числа. Это Бог делает. Какие события. Вот сейчас вы видите, какие события. К нам вплотную война уже под боком стоит. Вы знаете, что делается в Казахстане. В этой ночью прошедшие, кажется, три тысячи российских попросили помощи. Они заранее договорились помогать друг другу. И здесь тоже. Киргизы, мусульмане эти. А по договору должны помогать друг другу. И киргизский президент отвечает. Они мусульмане и мы. И чтобы мы воевали, мы не пойдем. А эти пошли три тысячи. Назад вернуться, если что-то, не три тысячи. Около семидесяти сразу застрелили. А двух этих, которые приехали, не русские. Только головы отрезаны. Все. Это серьезно. Из-за чего повышение цен началось на газ. А дальше уже неостановимо. Спрашивают, что делать с митингами. Это мятеж. К мятежникам Бог не благоволит. Сидите на место. Кто родственники, на митинги никогда не ходите. Нам дано повеление молиться. И Господь положит, как артаксирсу. Откроет Библию президент и ночью будет читать. Это было? Он потребовал книгу, прочитали. И как раз говорится про Мордахея. А что ему дали, когда он царя спас от отравы? Ничего. А что о нас думать будут потомки? Ну и дальше, как картина развивается. Мы во всем должны смотреть, что говорит Священное Писание. И мы открываем, называем главой стих. Это сток процентов, что мы идем правильным путем. На чудные дела Божьи смотрим. Какие? Библейские. Которые отражаются на сегодняшний день. Здесь было уполномочие по религиозным культам. Это, без которых нельзя проповедь было сказать. Сначала напиши. Пронеси в администрацию. И там проверят уполномочие. И тогда будешь считать. Священники. Хоть архиерей, как кто. И это не скрывалось так. Я с ним беседу. Александр Петрович. А он говорит. А я там-то был. Воевал там-то. Там столько погибло. Я вернулся домой. Когда уже свободу дали. Он главный душитель веры. А теперь ходит в Покровский собор. Ну и разговариваю. И я приехал. У мамы дома икона. Она за меня молилась. Да как же это эти годы-то что. Наши пришли попросить разрешения. Дом инвалидов. Чтобы причастить. И не допустили нас туда. Не допустили. Они эти люди никому не нужны. Они лежат полумертвые. Но причастить можно. Они верят. Бывают как-то знаками подают. И вдруг он стал верующим. Насколько я не знаю. Я скажу. Чудные дела. И эти дела вспомните в своей жизни. Сколько раз мы ставили на краю. Все сегодня закончится. И вдруг. Опять живые. Мне вот пришлось несколько раз тонуть. Машина с грузом. Перевернулась. Доставили меня. И ни одной раны нигде нету. Дивные дела твои Господи. А другой. Себя вспомни. И опять прославь. Вы не забывайте. Кто в этот раз строил. У строителей дома и храма. Мы их не знаем. И где-то в молитве скажите. Господи. Как они уютно сделали. Специальная маленькая комнатушка. И батюшки. И для детей. И где у нас трапезы. И где молиться. Ну алтарь-то уже мы сделали. И какой был здесь мэр города. Вот когда строили. Он приезжал. Удивлялся. Как много сделали. Он был верующий. Я разузнал. Какой он был. Не с нами был. Но сердце его целиком к нам было расположено. И его помяните. Владимир. И который нам занятия давал Владимир Ректор. Близкий-близкий нам был. Тоже помянуть надо. Видите. Какие чудные дела. Какие большие начальники. И к нам расположено бы. Это же чудо. Мне взятки не давали ничего. Мы платили сначала за аренду помещения в университете. А потом они говорят. Да не надо. А потом стали приходить к нам с подарками. Как все меняется. Чудные дела по его Господи. 37-16. Тоже его. Мы слово чудное разберем. То есть чудо. Понятно. Его нельзя выразить словами. Только удивляйся. И это я вижу. И вот сколько вокруг что есть. И это все для меня. Для радости. Разумеешь ли равновесие облаков. Чудное дело совершеннейшего в знании. Вы знаете. Когда одна туча пройдет. И речь идет о сотнях тонн воды. И она держится. А иногда град бывает. Величину. А когда бывает. Почти под килограмм. У нас тут не было. Деревья ломает. Деревья. И Писание об этом говорит. И по Сикамору. Там все были побиты. Когда Моисея. Как оно там держалось на воздухе. А вот это снег-то падает. Откуда он взялся. А это где-то испарилась вода. Застыла. И облака гнали сюда. А потом просеяли на нас. И вода-то захватывается. Которая здесь. Она же не рядом. Где-то облака-то откуда шли. И нет дождя. До нас зашло. И дождик пошел. И не раз это было. Когда молились. Господи дай дождя. Все засыхает. Чудные дела твои Господи. И главное где облака. Мы даже не замещаем это. И на облаках явится Господь. И облако взяло его. Когда он вознесся. Облака неоднократно встречаются. С самыми возвышенными действиями. Которые Бог делает. Ну иногда. Войдите на улицу. И посмотрите. Какие они. Зимой они перистые. Весна придет. Они кучевые. Так и называются. Так они более низкие. Бывает тихо идут. А бывает идут в разном направлении. Там потоки разные воздуха идут. Вот когда этот священник. Это Федор Конюхов. Ему сделали облететь вокруг земного шара. И наблюдали за погодой. Ну и мимо проносят. Он должен здесь остановиться. А они сказали. Где ты? На какой высоте? Я говорю. 9 километров. Ниже на полкилометра спустился. Воздух. Он пронес самим. Я то ветер. И он на место сюда. Сел. Все здесь. А человек это постепенно. Все узнают. Что вверху. Разные течения. В разном направлении идут. Как погоду то узнают. Сегодня ткнешь. На целый месяц. Можно посмотреть. А почему? Знаю движение облаков и прочее. Почти каждый день заглядываем. Ну вот. Во вторник будет. 25 градусов мороза. А потом опять до 2 дойдет. Это же чудо Божие. Откуда это все идет? Читаем. Книга Салтырь. В ней 5 раз слово чудное. 88,6. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи. И истину Твою в собрании святых. Вот когда дойдете на это место. А Псалтырь на чтение мы считаем по одной славе. 20 копейзма, разбитый натрий. 60. Через 2 месяца мы начинаем по новой. Это утром, когда мы читаем по интернету. Приходится так. Володя считает Псалтырь. Молитва. А я остальные молитвы. И люди отовсюду. Вот у нас честра здесь приехала. Неоткуда-то. С другого континента, можно сказать. С Ливана. Поближе с ней познакомитесь. Потому что скоро, может быть, она будет жителем Алтайского края. Если Господь благословит. Она здесь. Вы ее видели. Слово Елена переводится в факел. Она как факел будет гореть здесь. Уже с нашими сестрами подружилась. И живет здесь. Вот чудные дела. И как интернет. Вот если бы не было его, мы бы никогда не встретились и не знали. Господь это делает. Я сказал, сколько так. Так. Второе качество. Советник. Лука 5.26. О чудных делах мы немножко коснулись. Научитесь всегда удивляться. Как книги изобрели печатать. Иван Федоров. Как его гнали. Только от руки переписывать. А если печатать, это от сатаны. Федоров, который печатный. А Готенберг, который в Америке. Там еще не на столетие. А раньше уже стали делать. И сегодня все везде. Бумага и железо мокутано. И святые об этом предсказывали. И ужас объял всех. И славили Бога. И быв исполнены страха, говорили. Чудные дела видели мы ныне. Так. Это еще раз коснулись мы этого. Лука 5.26. Посмотрите. Так. Теперь. 11.5.9. И сказал им. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему друг. Дай мне займи три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне. И мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ. Не беспокой меня. Двери уже заперты. Дети мои со мной на постели. Не могу встать и дать тебе. Какой совет дает совесть наша? Я уже объяснял, что такое совесть. Это участок души у каждого, через который слышится голос Божий. Вот определение совести, что такое. А бывает, говорит, бессовестно. Все закрыто броней, он голос Божий не слышит. Нас Господь призвал через Слово Свое. Сколько мы уже слышим. Поэтому не пропускайте мимо вот эти слова. Притча Соломона, 28 глава, 10 стих. Кто отклоняет ухо? Да не надо мне это. Нет. Я считал другие книги других религий. Но занимался много. Это знаете, как вот со спутанными ногами. Сравнить абсолютно не с чем. Вот очень похожие книги. Евангелие. И притча Соломона и Иисуса Сирахова. Ну, даже трудно. И вот обратился один человек через проповедь из баптистов. Принял сам. Священником стал. И приезжает ко мне, и я решил его испытать. Я говорю, давай я тебе буду считать. И он ни разу не ошибся. А ты говоришь, да, это из притчи. А это из Иисуса Сирахова. Понятно? Как они его знают? У них встречаются люди, которые Библию прочитали 50 и более раз. У меня сегодня особый день, говорил Виктор, с которым мы жили в Потеряевке. Я говорю, что снова начинают с бытия считать. Каждый день продвигаясь вперед, и каждый раз открывается новое. Мне кажется, я Библию только сегодня открыл. И вот думаешь, где ответ найти? Начинаю заниматься. И ты увидишь, на какой версте история, и где ты стоишь. Дальше говоришь, что советник. Где совет искать у Господа? А как искать? Вот меня иногда обвиняют в этом. Я принимаю это обвинение. Действительно так. Вот звонят. Я рассказывал уже из Италии. Она расположена, душа. И тут движение такое, цари-божники, за царя, чтобы она там, это же сохранила в себе. Дочери выросли две неверующие. А теперь ехать или не ехать? Ехать-то надо бы, да и боится. И просит помолиться. Я говорю, а разве там не молятся? Нам сказали, о вас Бог слышит и отвечает. Мне уже с разных государств, это и Германии, и Австралии звонили. Ну, я говорю, я буду молиться, но примите вы или нет. А когда? Я не знаю, я уже молюсь, сейчас я с вами разговариваю, я уже молюсь. Я перекрестил свои мысли. Неделя проходит, звонит, ответа нет. Месяц проходит, опять звонит. Я говорю, Аннушка, пока успокойся, будет только кончили разговаривать, и ответ пришел. Я говорю, ответ пришел. А какой? Пиши. Открываю местописание, и там это написано. И написано, Исаия, 30 глава, 7 стих. Записала, записала. Теперь напиши печатными буквами. Так я не поняла ничего, понимать тебе не надо, запиши. У тебя духовник есть, есть, вот теперь иди к нему и скажи, батюшка, вот мне сказали, вот здесь, я говорю, и что он тебе скажет, когда помолитесь, так и поступи. А он скажет, не ехать. Это от Бога будет. Вот она теперь, тяните, наполовину остановилась. Но это я тебе сказал, не выдумал? Не выдумал. Ну, теперь иди, просчитай с ним вместе. Ты его, это отцу, Педор, я доверяю. Разговор окончен. Да я уже собралась. Иди, не разговаривай, у меня времени нет на тебя. Проходит какое-то время, печально, батюшка сказал сидеть. А там же, говорит, написано, ваша сила сидеть спокойно, у нас написано. А тут как раз события такие начались, и она увидела. Я сам не даю ответ. Я прошу у Бога, что он скажет. И вдруг эта строка у меня как бы высвечивается. Я не вижу ее, но у меня она внутри. Я сразу открываю место Писания. Я даже еще не знаю, где это место. Открыл, правильно, теперь ответ пришел. Я доверяюсь Господу. Никогда не беру на себя, что мне Бог ответил. Мне Бог показал, что надо сделать твой духовник, перед которым ты исповедуешься. Это Он тебе даст наказ. А я ничего. У тебя два варианта, ехать и не ехать. И когда мы желаем советоваться, советуйте с человеком, который знает Писание. Особенно в наше время. Как сделать? А советы нужны всегда. Отдавать в школу детей или нет сегодня? Чему они там научаются? Многие не отдают детей. В Москве это уже давно, лет 20 назад писали. Дома, а экзамены сдают потом и все. Иди, чтобы я ребенка отдал, портить. А там что делается в школе-то? Считаешь, волосы дыбом становятся. Долго ждут. Ребенка нет. Ни одного, ни два, а семь ребятишек потерялось. И наконец ловят его. А ему даже души нет. Другое сейчас. Вот так и недавно было. А они в саду днем. Кто идет, она идет. Мать с двумя ребятишками. Молотками пробивает голову. Зачем вы это делали? Теперь их спрашивают несовершеннолетние. Посмотреть, как умирает человек. Женщину нашли беременная на животе. Посмотреть, как рождается ребенок. Ни один зверь этого не делает. Поэтому никуда не вылазьте одни. Сидите спокойно. Я вам совет даю. Хочу быть вашим советником. Вы никогда не пожалеете, что были дома. Если это можно сделать. Вы слышали, как самолет упал несколько лет назад. Прямо на детские дети. Ясель или как назвать. И ходят теперь воспитательница. Почему я раньше пришла? Я с детьми ходила в город. И вдруг пришла раньше. И только вышла оттуда. Это и в это время самолет уропнулся. Все до одного погибли. Мы многое не знаем. Но если будем молиться, искать совет Библии, и Господь будет натягивать вожжи. Этого делать нельзя. И Он нам покажет это. Особенно нужно разобраться с тем, что вокруг нас. Подведите ревизию. Во сколько встаете? Когда как. А когда как, значит нету регламента. Ты выбери время. Да я если так на работе буду спать, ты раньше ложись. А утром ты всегда спеши. Кроме молитвы и чтения Слова Божия. Мне Господь это открыл. Как я не знаю. В 4.40. А почему не в 5 или в 4? Я ответить не могу. Только потом я нашел. Тысячи людей. У матери Терезы. Все в 4.40. То есть совет. А сколько считать? Совет везде нужен. И сегодня можно советы найти такие. Вот у нас такое общество в интернете. Своё содружество. Только любой вопрос только задает. Ты посмотри сколько ответов сразу. По Писанию, по Святым Отцам, по канонам Церкви. У нас особая группа такая. Потому что все занимаются. Ну и священники тут же. И есть еще. Имя Ему Бог Крепкий. Псалом 23.8. Бог Крепкий. Это имя Его. И к Нему обращайся. Я слабый. Я не могу. Я болею. Бог Крепкий. У Него хватает силы дать нам крепости. Кто сей Царь Славы? Господь Крепкий и Сильный. Господь Сильный в брани. Псалом это самая популярная во всем мире книга. Не Евангелие. Псалом. Из них Псалом 50. 102.20. Мы увидим. Когда Крепкий. Крепкий в слове. Он сказал. Он это сделает. И Бог говорит. Не отяжелело ухо мое слышать. Благословите Господа все ангелы Его. Крепкие силою. Исполняющие Слово Его. Повинуясь глазу Слова Его. Мы просим. Благодарим Ангела. Сколько лет Он хранил. Защищал. Каких опасностей были. В транспорте. В самолете. Мне пришлось под водой быть. На воде. Под землей. Остался живой. Вот обернусь назад. Да может быть это уже и не я. Уже кажется растерзали по счастьям. А вдруг опять все возобновляется. Почему он крепкий? Считаем. Из Икиля 3.8. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их. И твое чело крепким против их лба. Вот сколько бы ни были люди, а ты не отступай. Которые будут говорить против. Крепкое лицо тебе даст Бог. Они как бурный ветер на тебя будут. Господи, скалой тебя сделаю. Я не разобьюся. А ведь мы стоим на этой грани. Если сейчас удастся этот эксперимент. О чем там написано в 5 главе. Откровение. Третья часть людей исчезает. Третья часть островов. Третья часть зелени. Третья часть деревьев. То есть речь будет идти о том, что все религии будут запрещены. Вот так собираться не будем. Одна будет религия написана. Одна. И он будет сидеть в храме. В Иерусалиме. И выказывать себя Богом. Я все думаю, ну как? Столько людей же будут верующие. И Соловьев об этом пишет. Что многие примут, а многие нет. И кто-то вот тогда в гору бежать. Не купить, не продать. А все остальное выметут. У тебя не будет ни запаса, ничего. Сегодня воздайте Богу хвалу. Крепкому Богу. Который все еще сдерживает этот напор сатаны. Вот сейчас где-то мятеж. Молитесь. У нас люди есть, которые там. Вот это приезжала казашка, рахиль. Которые наши близкие люди в Казахстане живут. Молитесь. Спрашивают идти на митинги? Никогда. Только молитесь за царей начальствующих. Я уже говорил об этом. Маленькая может... То ли митрополит, то архиепископ. С хорошей речью выступил. И к этому призывают. Потому что кто пришел, кто это делает. С оружием пришли. С юга пришли. Одна вера. И теперь вот что там делается. Смерть за смерть. Ну, Украина прислала, кажется, 700 человек. То есть это все содружество. Этих российских 3000 уже все. Идет техника туда. И это пока гражданским населением. Но сами могли поправиться. Могли. Почти 150 тысяч полицейских. Своих. Понимаете, что там билиционеров столько. И еще 3-4 государства туда входят. Это у нас под забором огонь горит. Помолитесь за них. Будете... Не то, что мне некогда молиться. Мать как говорила. Ты, сынок, что так долго на печке лежишь? А где твои братья? Война. Реку какую-то переходит. Они мокрые. На морозе. А ты на печке лежишь. Вставай, давай помолимся. Я вот таких встречал людей. Еще. Просчитаем. АМОЗ-214. Это Бог крепкий. И у проворного не станет сил убежать. И крепкий не удержит крепости своей. И храбрый не спасет своей жизни. Вот какое время будет. А почему? Крепость у Бога. К Нему мы прибегаем. Помолился. Господи, благодарю, что поднял меня. Благодарю, что у тебя жалость к тем людям, которые там погибают. Ну, так вообще ракурс, а 70 человек погибло сразу. А это люди мирные. И еще, кажется, евреям 6-19. Может, я даже не заложил. 6-19. Который для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Якорь. Вы знаете, как изображается? Вера, надежда, любовь. В вере изображается крест, надежда, якорь, любовь, сердце, рисует везде. И так, крепкий якорь, мы надеемся, Господь усмотрит о нас что-то лучшее. Если я не угоден, он раньше времени заберет, чтобы мы не посильно, не по... 10-13, 1 Коринфянам, и говорит, при умножении напасти, Бог подаст и силы, чтобы мы превозмогли. Господу Богу слава за все. Аминь. Спасибо, Иисус.